Привет всем! Пока мы немножко с вами собираемся и ждем, мы поговорим немножко с Серегой. И, кстати, чего мы с вами сейчас ждем? А ждем мы с вами наш воркшоп, на котором Сережа вам расскажет, как же сделать свой собственный игровой движок и, как ни странно, на чем, а на реакте. И первый вопрос у меня к Сереге. Сереж, скажи мне вообще как, почему и зачем ты додумался до такой идеи, почему именно реакт, реакт реконсайлер вообще? Что это за мысль такая у тебя была, когда ты к этому приступил? Да, знаешь, формочки верстать порой надоедает и хочется поэкспериментировать, но уже со знакомым стеком. И я тогда подумал, а почему бы не написать на реакте какую-то графику, потому что на Canvas это достаточно неудобно и сложно. Приходится писать немного более плейта. Поэтому пробовал адаптировать к этому JSX, попробовать написать на JSX и заодно и на реакте, раз он дает нам такую возможность. Ну, действительно, да, то есть хорошая, наверное, идея, если люди, например, просто там знакомы с версткой, знакомы с дизайном, им захотелось написать свою игрушку, да, они смогут в таком привычном нам синтаксисе HTML JSX что-то сделать и сразу получить готовый прототип игры. Да, наверное, это очень такая клевая идея. Кстати, у меня, наверное, будет такой еще вопрос к тем, кто с нами будет там в чате, в канале. Смотрите, Сережа сегодня будет рассказывать о том, как, ну, если можно так выразиться, паразитировать на технологии React, чтобы превратить ее во что-то иное, то есть не для верстки HTML, а, например, для создания графики и так далее. Вам не такое предложение, можете писать это в в чат, задавать вопросы или предложения. В процессе, может быть, пофантазируйте, где еще можно такую технологию или то, о чем будет рассказывать Сергей, применять, какие у вас, возможно, возникли идеи, мы их впоследствии обсудим. А также, может быть, кто-нибудь из вас знает, как еще можно паразитировать, например, не только через реконсайлер. Если же никто не догадается, то можете тоже позадавать вопросы в чат, мы это обсудим, потому что тоже довольно-таки интересная тема. Соответственно, Сереж, хочешь что-нибудь еще сказать? Если нет, то моргни. Или не моргай весь стрим, как говорится. Да, можно приступать. Окей, тогда смотрите, я вам сейчас в чатик еще скину ссылку, по которой вы можете склонировать проект, с которым будет работать Сережа и, соответственно, делать вместе с ним все, что он будет делать и попытаться прямо сейчас во время нашего эфира воплотить какие-то, возможно, свои идеи или фантазии в плане этой технологии в жизнь. Соответственно, ссылку вам сейчас скидаю. Если что, задавайте вопросы, я постараюсь на них отвечать. Или же буду информировать Сережу об этих вопросах. Соответственно, Сергей, давай, жги. Да, и мы начинаем. Будем писать сегодня игры на React, как уже было сказано, и разберемся, что это за зверь такой, этот React Reconciler. Давайте для начала посмотрим цель нашего в целом сегодня действия. Это игра будет Hunter. Давайте посмотрим. Это игра полностью написанная на GSX с помощью React. U-State и так далее здесь управляют состоянием приложения. Графика интерактивная, здесь польское взаимодействие. Я управляю мальчиком, он у меня перемещается по канвасу. Это, кстати, все в канвасе рисуется. И также есть различные анимации. Например, вот у меня анимация полета стрелы. И генерируется бэкграунд, который генерируется из массива, тоже некоторая графика. Давайте познакомимся с планом. Для начала нам нужно будет узнать вообще, что такое Reconciler и кто вообще с ним не знаком. Посмотрим, поговорим про методы базовой отрисовки, как реализовать именно отрисовку с помощью Reconciler. Удаление, добавление, обновление свойств, что необходимо, конечно же, для анимации. Немножечко порифачим наш проект и сделаем хук для анимации. И, наконец, напишем нашу игру уже на готовом инструменте. То есть, по сути, мы сейчас с вами сделаем этакий движок. Но для начала давайте покажу вам репозиторий. Это мой репозиторий. Ссылочку на него вам Илья скинул в чатик. Здесь вы можете его склонировать. И это обычный Create React App заготовочка. Но здесь я удалил лишние тесты и прочее. Тут лишь добавил ресурсы, разные PNG-штики, которые мы будем использовать в ходе нашей разработки. Хорошо. Но перед тем, как мы начнем, нам нужно все-таки узнать, а что есть React? Тут все, на самом деле, очень просто. React — это репозитория в GitHub с кодом. На самом деле, это монорепозиторий. И в числе его пакетов есть различные, такие как React DOM, такие как React ART. Ну, React DOM всем знаком, я уверен. React ART — это для отрисовки в Canvas. Рендерер. Есть еще React Native, но он не лежит в этом репозитории. И один из пакетов — это React Reconciler. И вообще, что это такое... Ну, давайте небольшой экскурс, так сказать, в немного историю. У нас есть некоторый рендерер, например, React DOM, который может отрисовывать браузер. У нас есть некоторый отрисовщик в мобильное устройство React Native. Можем сделать свой кастомный отрисовывающий, ну, допустим, в терминал. Но сегодня мы будем рисовать в библиотеку Pixie для работы с графикой. Ну, любой рендерер, он состоит из двух частей. Это часть как раз Reconciler, о котором уже было так много сказано. Это модуль TPN, реализующий алгоритмы обработки дерева. И непосредственно некоторый объект HostConfig, который содержит в себе методы специфичные для взаимодействия со средой. Допустим, это такие, как добавить в поддерево, удалить, склонировать и так далее. Append Child, да, допустим. Соответственно, у нас есть алгоритм обработки дерева и методы взаимодействия со средой. Можно их подружить, и мы получим рендерер в конкретную среду. Можно обратиться к документации React Reconciler. И здесь мы что видим? В первых строчках у нас происходит импорт React Reconciler. Создается некоторый объект HostConfig, о котором я уже сказал. Здесь мы будем как раз-таки реализовывать методы для взаимодействия со средой. И первым делом мы дружим наш Reconciler с HostConfig. И давайте меньше слов, больше дела. Перейдем в наш проектик. Здесь у меня пока создан пустой проект, как я уже сказал. И он сейчас рисует в React.Dom, вызывая метод render. Сюда передается наш хост-компонент. Напоминаю, что хост-компонентами называются те компоненты, которые понятны для нашего отрисовщика. В данном случае для React.Dom. Давайте посмотрим, что это работает. Hello World. Супер, вроде бы работает. React.Dom мы в нем не сомневались. А как же у нас реализован метод render под капотом? Метод render — это, здесь у меня такая пустая функция, пока что создана. Здесь я импортирую, как завещала нам документация, Reconciler. И давайте создадим объект Reconciler, где мы подружим наш Reconciler с нашим HostConfig. Окей, супер. У нас есть Reconciler. Далее, что мы должны сделать? Мы должны будем вызвать метод Reconciler createContainer, чтобы создать контейнерную ноду на основе переданного дивчика. То есть это в случае React.Dom у нас будет дивчик, а в случае с Pixie у нас будет некоторый другой объект, который мы будем рендерить. И после всех этих манипуляций мы можем вызвать метод Reconciler updateContainer, куда мы должны передать наш JSX приложение, нашу контейнерную ноду. А, я не сохранил, это же переменную. Давайте сохраним в переменную и сюда передадим сразу нашу контейнерную ноду. Далее идет parent. Parent у нас не будет, поэтому null. И функция, callback-функция, которая вызывается на каждый рендер. Мы здесь ее тоже оставим пустой и передаем. Супер. Мы уже написали некоторую функцию рендера и ее можем уже использовать в нашем индексе. Давайте закомментируем React.Dom. Он нам пока что не понадобится, но спойлер, мы к нему еще и вернемся. Так, закомментируем получение рута и вызовем метод render, который нам, конечно же, нужно... Давайте импортируем его с соседнего файла. Держит он у нас в рендере. Кстати, я даже удалю сейчас вот этот h1. Нам не обязательно передавать хост компонент. Давайте посмотрим, что происходит. И кажется, что ничего не работает, но это вообще-то вполне логично и ожидаемо. Но на самом деле мы уже видим какую-то ошибку в консоли, причем не просто какая-то референс-эррор, а весьма объясняющую, что React консолер говорит, что мне нужно получать некоторые методы для того, чтобы взаимодействовать со средой. Но раз речь зашла про среду, я уже неоднократно упомянул, что рендерить мы будем в Pixie.js. И Pixie.js это... Не знаком. Это библиотека для отрисовки в графике, в WebGL. То есть рендерить будем либо в Canvas. И здесь есть экземплы. Можно посмотреть примеры, как вообще работает код. В экземпле здесь зайчики, которых 25 штук. Я не считал, я просто посмотрел, сколько тут в цикле. И они крутятся. Давайте разберем вообще этот код. Можно посмотреть даже через этот объектор. То, что я вас не обманываю, это действительно Canvas размерами 800 на 600. И мы будем это использовать. Итак, что здесь происходит? Первым делом мы создаем const app равно newPixieApplication, куда мы передаем различные параметры сцены. То есть мы, по сути, создаем такой instance Pixie, в котором мы впоследствии будем уже все рендерить. Далее мы прикрепляем к document body, методам OpenChild, наше AppView. В AppView будет храниться ссылка на Canvas. И на этом этапе мы уже увидим Canvas, пока без содержимого. Далее у нас происходит добавление к AppStage, как раз-таки та штука, в которой мы будем рендерить, нашего контейнера. Контейнер — это вот контейнер, в котором хранятся все зайчики. И в целом это уже напоминает построение дерева. Такого же дерева, которое как html-дом дерево, только уже дерево, соответственно, свое, элементов. Далее мы создаем текстуру. На основе этой текстуры в цикле мы создаем спрайты с помощью New Pixie Sprite. Спрайты мы задаем свойства, пропсы, и далее добавляем это все в контейнер. Далее задаем контейнеру различные его свойства и вызываем хук для анимации. Мы к нему вернемся. То есть, вернее, это callback-функция, которая вызывается в цикле каждую дельту и тем самым обновляет нам приложение. Так, ну давайте немножечко покопипастим даже и скопируем строчку создания New Pixie Application. И создадим среду, в которой мы будем рендерить. Я скопировал New Pixie Application, мне нужно будет заимпортировать. Из библиотеки Pixie.js я использую версию 6.5.3. В версии 7 сейчас немножко поменялась работа с пользовательскими событиями. Сюда давайте зададим параметры сцены. Ширина будет 800, высота будет 600 и бэкграунд. Давайте оставим такой, какой он был в примере. И рендерить мы будем в app.stage. Давайте даже посмотрим, что произошло в нашем приложении. Так и в приложении пока что ничего не произошло и это вполне логично, потому что на самом деле нужно было прикрепить к документ body наш canvas методом append child app.view Вот супер и мы уже получили какую-то картиночку с каким-то отображением. Давайте я сейчас передам цвет. Цвет сюда передается таким образом. И он пока черный, но ничего страшного. Думаю, пусть будет черный. По-моему, background color называется props в версии 6.5.3. Да, и отлично. Он чуть-чуть другого черного цвета. Супер. И мы видим в консоли, как я уже говорил, некоторые методы. И давайте их реализуем. На самом деле метод getRootHostContext это метод, который нужен реконсайлеру, чтобы он понимал, с какой нодой он работает. И впоследствии, в принципе, мы могли бы это использовать весьма удачно, допустим, при работе с фильтрами, но пока что мы его оставим заглушечкой. У нас также есть метод getChildHostContext, который дает понять, что за контекст мы используем, но только уже для child. И он передает контекст родителя. Давайте посмотрим, как в документации вообще описано. getChildHostContext. Пойдем в этот метод. Да, вот он принимает в себя ряд аргументов. Это parent-хост-контекст, type и root-контейнер. Но мы, поскольку делаем пока заглушечками, он нам не особо сейчас нужен. Мы будем возвращать здесь только лишь parent-хост-контекст. Зачем он нужен, например, в ReactDome? ReactDome смотрит, с какой нодой он работает, то есть HTML или SVG, и, соответственно, он понимает, какой метод вызывать при создании инстанса. Здесь какая-то полезная для нас информация хранится. И далее, на самом деле, в первую очередь, стоило об этом, наверное, написать. Это тип работы реконсайлера. У нас есть несколько типов. Это либо support mutation, либо support persistence режим. И мы будем использовать режим мутации. Этот режим, например, используется в ReactDome. Режим, в котором мы мутируем наше существующее дерево. То есть в случае с persistence режимом мы полностью заменяем дерево, либо блоки дерева, используем такие методы, как клонирование и так далее. В случае с режимом мутации мы используем уже свой набор методов, как раз таки методы мутирующие, типа penchild, removechild и прочее. Из названия понятно, что они делают. Так, мы передали и сказали, что будет работать в режиме мутации. Давайте снова посмотрим, проверим, что происходит. И уже лезут нам другие ошибки. На самом деле, это не ошибки, это даже подсказки. Мы можем удобно ими оперировать. И он говорит, реализуй метод prepareForCommit. Да, без проблем. PrepareForCommit мы тоже оставим заглушкой. Это метод, который подготавливает к коммиту. Я не сказал, но наш рендеринг происходит в две фазы. Это рендер-фаза и коммит-фаза. Сейчас к ней вернемся поподробнее. И вот prepareForCommit подготавливает к коммит-фазе. Это непосредственно фаза, которая... Фаза уже отрисовки на экран. То есть давайте посмотрим слайды. Мальчик экрана. И вот рендер-фаза. На рендер-фазе у нас вызываются методы getRootHostContext, childHostContext, вот еще некоторые, createInstance. Это фаза, которой реконсайлер полностью сам управляет. И здесь может быть вызван вообще garbage collector и половину неиспользуемого кода быть убрана и собрана. А коммит-фаза – это фаза адресовки на экран. Вот эти методы нужно реализовать prepareForCommit и resetAfterCommit. Он, наверное, уже нам об этом подсказывает, да? Давайте его реализуем. В этих методах у нас сохраняется какая-то информация, которую нужно сохранить и впоследствии в reset восстановить после коммита в дерево отрисовки на экран. Что он теперь еще нам пишет? Он нам очень много всего подсказывает. Он хочет, чтобы я реализовал метод clearContainer, метод, который он использует для очистки нашего дерева. Они у нас все заглушечками, эти методы нас мало интересуют, но нам главное с ними немножечко сейчас разобраться и сказать, чтобы нас реконсайлер не ругался. Так. И теперь он говорит, что нужно реализовать textInstant, метод createTextInstance для того, чтобы создать наш helloWorld. Как вы помните, я передаю здесь в индексе helloWorld в качестве текста, и для создания текстовых нод у нас используется отдельный метод createTextInstance, но нас он не интересует. Мы не будем пользоваться текстовыми нодами в целом в графике. У нас будет все на таких вот хост-компонентах, и у нас будет хост-компонент sprite для создания спрайта картинки. Но для работы со спрайтами он просит нас еще реализовать пару методов. Это shootSetTextContent, метод, который говорит о том, нужно ли нам оперировать с вложенным под деревом как с текстом, либо как с под деревом. Соответственно, как текст, если бы я вернул true, например, это могло быть использована dangerousSetInnerHTML, чтобы мы сразу на этапе создания инстанса создали вот этот вот innerHTML вложенный. Но мы будем возвращать false как результат, чтобы у нас обрабатывало под деревом. И мы остановились на методе createInstance. Это уже самый интересный метод, как раз таки создание ноды. Здесь происходит вся самая магия этого реконсайлера. Давайте обратимся к документации React и посмотрим, что они пишут про этот метод createInstance. Смотрите, как много здесь кода, текста. Но основное, что нас интересует, это то, что он принимает в себя в ряде аргументов. Это type, props. Это понятно. Type – это имя, название хост-компонента. В нашем случае это компонент sprite, то есть слово sprite. Props – это, очевидно, свойства, которые мы передали. Ссылка на root-контейнер. Хост-контекст – как раз таки контекст, который мы получали в предыдущих методах. И внутренний обработчик. Нам понадобится пара из них. Это type и props. Давайте их сюда вставим. И попишем немного кода. Во-первых, нам нужно проверить, если type равно sprite. Потенциально я рассчитываю, что у меня могут быть куда больше различных инстансов. И здесь нам необходимо создать наш instance. Если это sprite, то мы должны будем создать newPixieSprite. И в sprite мы должны будем передать текстуру. Можем посмотреть, как это делается в Pixie. Здесь мы создаем некий newPixieSprite и передаем сюда текстуру. А в текстуру лезет как раз таки наше изображение, из которого мы делаем текстуру. Так, давайте мы так и сделаем. Мы текстуру будем брать из наших props. Мы будем propsами передавать текстуру поначалу. И в конечном итоге мы должны будем вернуть из этого метода наш созданный instance, чтобы впоследствии он уже передался на отрисовку на экран. Я скомпирую импорт Pixie. Давайте посмотрим, что еще от нас захочет реконсайлер. Реконсайлер, я знаю, он захочет на самом деле finalize initial children. Это метод, который как раз таки финализирует создание узла. То есть, когда я создал create instance, у меня вызывается метод finalize initial children, который говорит, нужно ли мне вернуться к обработке этого узла после его отрисовки на экран. Нам не нужно, поэтому false. И что еще? И ключевой метод, вот мы уже как раз таки перешли к рендер фазе. Метод append child to container. Давайте его тоже реализуем. Как раз таки метод append child to container прикрепляет наше созданное в памяти дерево на экран. И будет он реализовывать это следующим образом. У нас первым аргументом здесь лежит контейнер. А вторым аргументом наш child. И в случае с pixie.js у нас есть метод add child. Математически понятный, который прикрепляет к себе child. Также, кстати, есть метод append initial child. который делает абсолютно то же самое, но он нужен для прикрепления к деревьям. То есть есть метод прикрепления к контейнеру, а есть метод, который прикрепляет уже к вложенным структурам. Реализовывается он абсолютно так же. Могу скопировать. Он прикрепляет к parent наш children. Также просит нас реконсайлер еще реализовать метод get public instance. Это тоже необходимая издержка. Мы оставим ее заглушечкой. Он себя принимает в instance. И возвращает этот instance. Так, ну давай, давай. Я хочу уже увидеть картинку. И все супер. В целом-то уже все готово. Но осталось передать нам только картинку, чтобы мы могли уже увидеть наше изображение. У меня заготовлен в ресурсах здесь спрайт мальчика бой. Давайте я его сейчас импортирую. Import boy from ресурсы. И здесь вот boy.png. У нас лежит картиночка. На основе boy.png мы должны будем создать кастурку. Которую мы должны будем передать для создания спрайта. Посмотрим, как это делается в доке. Это pixie текстура. Сюда мы передаем ссылку на наше изображение. А теперь в метод render мы передаем props текстуров, куда мы кидаем нашу созданную текстуру. И мы можем даже задать некоторые параметры ширины и высоты. Пускай ширина будет у мальчика, допустим, 150. 100 будет. Тут какая хотите. Пусть 130. Но чтобы у нас данные props обрабатывались и создавались, нам необходимо, конечно же, это описать при создании спрайта. Поэтому мы инстансу зададим соответствующие параметры. Равно props.wits и instance.wits равно props.wits. Супер, мне уже не терпится посмотреть на результат. И вуаля, у нас даже получилось отрисовать мальчика. И супер. Получается, это canvas создался, прикрепился к странице и мальчик отрисовался. Чудеса. Хорошо, мы создали мальчика, но пока с ним ничего нельзя сделать. И я бы очень хотел сделать его интерактивным. Для этого давайте реализуем некоторый такой еще псевдокод. Во-первых, вынесем наше приложение в Function App, который уже будет возвращать наш JSX. Перенесем это все. И сюда мы будем рендерить уже наш F, используя все прелести React, так сказать. Итак, что я хочу сделать? Я хочу, чтобы у меня мальчик был, во-первых, интерактивный, а во-вторых, у меня добавится некоторый спрайт. Мы будем сюда брать текстуру яблочка из яблочка. У меня здесь для этого заготовлена PNG-шечка, вот такая яблочка. И будем кликать на мальчика, то есть он будет у нас интерактивный, будет принимать в себя событие onClick. И обработчик HandleClick будет у нас уже обрабатывать нажатие и менять некоторый стейт. Поэтому давайте импортируем наш U-State. Изначально мы зададим изначальное состояние. Состояние у нас будет visible или не visible. Соответственно, отображается или не отображается. Set visible. Изначально он будет отображаться, будет true. Так, кажется, я не то обернул, да? Нам нужно обернуть мальчика, вернее, яблочко. И, соответственно, по нажатию на HandleClick у нас будет меняться состояние. Давайте напишем этот Handler. Пока что мы будем его делать без use callback, без оптимизаций. Я, кажется, это весьма неплохое решение. Было бы сразу обернуть use callback, чтобы каждый раз не рендерить это, вернее, не пересоздавать ссылку. Давайте даже напишем здесь HandleClick, чтобы видеть, когда мы кликаем на наш HandleClick. И будем менять состояние visible. Предыдущая на новая. Осталось создать текстуру для яблочка и немножечко дописать наш postconfig. HandleClick, Apple текстура, картинки Apple. Давайте ее заимпортируем. И чтобы, конечно же, HandleClick работал в нашем реконсайлере, нам нужно переписать немного метод создания инстанса. Ну, как переписать? Скорее дописать. Мы будем проверять, если у нас в props есть onclick, то давай сделаем наш инстанс. Переведем в интерактивный режим. Инстанс Interactive True. И также нужно задать наш обработчик как раз таки с помощью on. То есть тут нету никаких AdventListener. Мы используем удобные API Pixie. Опс. И onclick. Мы сюда вешаем наш Handler. Вроде бы звучит логично. И вот у нас уже яблочко и мальчик наложились друг на друга. Давайте немного допишем наш HostConfig, чтобы мы сюда могли передавать не только ширину и высоту, а также координаты. Координаты сдавать x и y. Соответственно, передавать в props будем одноименные координаты. И можно еще сразу деструктуризировать на самом деле, чтобы впоследствии лишний раз не писать. y равно нулю. Какие у нас есть еще свойства? Ну, пускай ширина и высота. Деструктуризируем это из props. Можем аккуратненько, наверное, по одному слову убрать. Также нам деструктуризация нужна была, чтобы, если параметры не переданы, чтобы наверняка здесь изначальное значение было 0. Так, вроде звучит здраво. Давайте зададим яблочку немного другие параметры. Размеры 70 и 50, потому что яблочко слишком большое. И координаты x пускай будет где-нибудь 550 и y равно 15. Мы разнесли мальчика яблочко и сейчас мы можем нажать на мальчика. Он у нас интерактивный, но произойдет ошибка. Ошибка происходит потому, что у нас не реализованы методы removeChildFromContainer. Непосредственно removeChildFromContainer это метод, который удаляет чулда из контейнера. И реконсайлер пока что ничего о нем не знает, поэтому давайте его где-нибудь здесь и создадим. Метод тоже весьма простой. Он занимает себя несколько аргументов. Это контейнер child. И APIPixie нам позволяет у контейнера вызвать метод removeChild а передать child. Абсолютно аналогичный метод у нас будет для всех вложенных элементов. Это метод removeChild. Здесь давайте переименуем немного. Сделаем parent. И у parent будет вызываться removeChild. Итак, посмотрим, как работает наш код. То есть по клику должен вызываться handleClick и меняться состояние, что должно будет удалять из дерева наш спрайт. Я нажал и действительно удалилось. Понятно, что с ошибками, но удалилось. Это главное, что метод removeChild отработал. Теперь он мне говорит про метод prepareUpdate. PrepareUpdate – это уже метод, на самом деле, из анимации. Метод, который нам нужен, чтобы спрайт, изображение, обновлял свои пропсы. То есть, по сути, когда мы удалили, у нас пропсы, можно сказать, и менялись. Их не стало. Пока мы оставим заглушкой, но мы далее вернемся к нему, потому что это метод весьма важный. И мы будем на нем строить всю нашу анимацию. Давайте еще раз попробуем. Сейчас, наверное, тоже ошибочка. Да, attachDeletedInstance. Здесь мы тоже оставим его заглушкой. Из плюсов и минусов документации реактора консайлера, из плюсов то, что она есть, из минусов то, что она не полная. Поэтому большинство методов описаны из разряда… Ну, вы можете их как-то использовать на своей интуиции. Поэтому вот некоторые методы мы используем по интуиции. Итак, нажимаю на мальчика, яблочко исчезло. Можно перезагрузить, попробовать еще раз. Все супер. Но если я сейчас нажму, у нас там происходит инверсия стейта, у нас яблочко должно отобразиться, и все успешно работает. Супер. Помимо всего прочего, на самом деле, меня даже удивляет немного, что у нас добавляется яблочко, потому что оно по-хорошему-то и не должно было добавляться. Возможно, это как раз таки потому, что оно у нас добавляется внизу, и реконсайлер умный. Он переиспользует ряд методов за место тех, что не реализованы. Он видит, что у меня не реализованы методы добавления в дерево, и берет за место него метод append initial child, который как бы добавляет при изначальной отрисовке. Но по-хорошему он должен был вызывать метод append child, который абсолютно аналогичен по его конструкции. Он вызывает метод parent append child, добавляет его в дерево. Также, если бы я переместил наш код выше по дереву, то сейчас он, возможно, даже и поругается. Да, он поругался и говорит то, что нет метода insert in container before. Дело в том, что реконсайлер разделяет метод добавления в начало и в конец. Весьма логично, и в React-доме это очень must-have. Поэтому мы и здесь тоже реализуем. Это влияет на наложение спрайтов друг относительно друга. Но мы будем реализовывать все одним методом, методом add child для простоты. Передадим container child. Еще есть метод insert in container before, который как раз нужен для добавления уже в вложенные структуры. parent child и здесь также мы реализуем методом add child. Супер, и сейчас у нас все валидно. Мальчик кликается, я на него нажимаю, он интерактивный, и у нас яблочко то пропадает, то появляется. Супер, мы сделали мальчика интерактивным, яблочко исчезающим. И давайте добавим теперь к этому всему анимацию. Но прежде давайте посмотрим на наш код, как он выглядит, красиво ли. И мы импортируем библиотеку pixie, создаем new pixie application, далее создаем с помощью pixie текстуру. И кажется это неудобно, особенно если бы мы использовали сторонние решения. Ибо зачем нам тогда какая-то обертка в виде нашего рендера, если нам все равно приходится напрямую взаимодействовать с pixie. Поэтому давайте-ка это все мы вынесем в наши отдельные компоненты. Создадим папочку components, и здесь создадим для начала пару файлов. Это файл stage.jsx, файл сцены и файл sprite.jsx. В чем это спрайта? Что он должен собой представлять? Это будет некий компонент, пользовательский компонент sprite, который будет уже возвращать наш хост компонент sprite. Внутри себя он будет создавать текстуру. Он будет создавать текстуру, соответственно нам необходимо заимпортировать pixie, pixie.js. И нам для текстуры нужна будет картиночка, и давайте ее будем принимать в пропсах, image. А также все остальные аргументы мы будем прокидывать напрямую в наш спрайт. И нам необходимо еще передать текстуру, конечно же, чтобы создалась. Давайте используем наш спрайт. Import sprite from. Мне сейчас подсказывать не будет на самом деле, потому что я забыл экспортировать его полным экспортом. Давайте это сейчас и сделаем. Export default. По идее у нас сейчас даже должно работать. Я сейчас заменю наши спрайтики. И здесь уже мы передаем не текстуру, а мы передаем изображение image. И сюда ссылочку на наше изображение. Это boy, мальчик, apple, яблочко. И можем спокойно уже выпилить вот эту вот часть с pixie. Но не все. Давайте посмотрим, что все работает. Да, все работает. Также у нас все кликается, отображается. Хэндл клик в консоль приходит. Вроде бы звучит отлично. Так. И мне не нравится, что у нас осталось создание pixie application инстанса. И я хочу это вынести в некоторый контейнер обертку, чтобы я мог уже с ним, его мог вставлять в свой код. И причем, заметочка, я хотел бы это делать вообще куда угодно. Допустим, я пишу приложение на ReactDome и бац, и я встроил куда-то там в свою формочку конвас игру. Обалденно. Давайте это и сделаем сразу. Для этого мы создаем обертку stage. On stage. И обертка у нас будет непростая. Здесь в обертке мы должны будем создавать наш pixie application. Давайте я скопирую. Буква C не скопировалась. И принимать она будет в себе ряд параметров. Это ширина, высота цены и набор options, если вдруг мы что-то захотим дополнительное передать. Так, заменим. Сейчас. На. BackgroundColor у нас будет забит, но по сути мы можем его разрешить прокидывать его в options. И я хочу, чтобы я мог использовать stage, и он мне сразу создавал канвас, поэтому я буду возвращать канвас. И мне все нужно на самом деле делать, мне нужно иметь ссылку на канвас, поэтому я создам реф. То есть, конечно же, создам реф и сюда передам ссылку на функцию. Я знаю, что сюда можно передавать не только лишь реф, а можно мемоизированную функцию сюда передавать, поэтому мы создадим мемоизированную функцию useCallback. Внутри useCallback мы будем создавать наш instance app. Здесь у нас будет наш канвас, ссылка на канвас. В зависимости пока не будет. Скорее всего, они будут, но сейчас мы с ними разберемся. И есть у меня также props view, в который я могу передать ссылку на наш канвас. Он будет использовать именно этот канвас при работе с Pixie. Так, хорошо. Нам необходимо, конечно, заимпортировать useCallback. Не хочет мне идея подсказывать, но ладно. UseCallback из React. Как удобно, мы используем фишки React, по сути, не реализовывая вот этого дополнительного кода. Так, мы создали stage. И, конечно же, нам нужно прикрепить наш document body, нашу картиночку. Хотя нет, она нам не нужна, поскольку мы уже канвас этот будем добавлять с помощью ReactDome. Сейчас мы на это посмотрим. И мы должны будем здесь обязательно вызвать метод render из нашей библиотечки. Сюда передать наш children. То, что мы будем оборачивать в наш stage. И наш app stage. Мы будем в app stage отрисовывать. Children. Вроде бы это должно работать. Перейдем в индекс. И здесь немного еще зарифачим. Так, во-первых, у нас все будет оборачиваться в stage. Давайте даже обернем в stage наш app. Импортируем stage. Сюда перенесем app. Супер. И render, конечно же, нам здесь уже будет нужен не наш, а здесь уже понадобится наш ReactDome render. Рендер это то, о чем я говорил. Тут раз комментируем метод создания root. И у root вызовем метод render, который уже будет рендерить в дом наш канвас. То есть в stage я создаю некоторый канвас. Получаю на него ссылку. И уже внутри stage вызываю уже свой рендер, который у меня будет вторым. И я не просто так сказал, что вторым, поскольку реконсайлер нам тоже немного нужно будет модифицировать и добавить сюда такое свойство, как из primary render. Второй говорит, будет ли являться наш реконсайлер основным или второстепенным. Primer renderer false. У нас он будет вторым рендером в приложении. Зачастую мы все-таки используем ReactDome при разработке. Давайте посмотрим на доку, что говорят здесь из primer renderer. Здесь говорят немного на самом деле, но он говорит о том, что этот метод используется для внутренних оптимизаций. Поэтому поверим на слово и оставим его в качестве false. Так, мы обернули в stage. У нас внутри вызывается наш custom renderer. И рендерить мы, конечно, должны уже не в web stage, а в root. Это и делаем. Ошибочки. Давайте посмотрим, задебажим их немного. Он говорит, что не заимпортировал stage. Ну да, конечно. Export default stage. Вуаля. У нас уже что-то даже отрисовывается, но не видно нашей картинки. И сейчас мы с этим с вами разберемся, почему так происходит. Так, а происходит это по очевидной на самом деле причине, потому что здесь в зависимости мне нужно передать некоторые наши параметры, которые могут меняться. Я думаю, что это должно пофиксить. Это не пофиксило. Хорошо. Консоль чистая. И вот такие моменты, они на самом деле достаточно сложные, когда консоль чистая и ничего не подсказывает. Но давайте попробуем с этим разобраться. Нужно, конечно же, передать параметр сцены, которых я, по-моему, забыл. Это ширина. Ширина у нас будет 800. Высота уже 600. Ground мы передали. Перезагрузим. И вуаля. У нас уже даже два получилось. Все супер. У нас работает. Со вторым мы впоследствии сейчас разберемся. Пока что у нас будет так отображаться. И в целом у нас картинка отображается. Все супер. Работает. Окей. Мы зарефакторили код и уже он выглядит более читабельным, более используемым. Вот откуда, кстати, вторая картиночка появилась. Второй Canvas. Мы его сейчас удалим. И сейчас мы можем, не импортируя Pixie.js, писать наш код. Но давайте сделаем это чуть более красивым. Посредством добавления анимации. И для анимации нам нужно будет следующее сделать. Во-первых, мы добавим хендлер и событие onMouseMove. Соответственно, handleMouseMove у нас будет называться обработчик. Это обработчик движения мышки. И мы будем менять координату положения мальчика в зависимости от положения координаты мышки. Давайте еще посмотрим в браузере. Вот здесь я двигаю мышкой и у меня мальчик тоже двигается. Попал. Как это реализовать? Реализовать это очень просто. Здесь мы просто зададим некую координату y. Set y. И useState изначально будет пускай число 15, чтобы не в самом верху. В set y мы будем задавать некоторую новую координату y. Которую мы будем брать из ивента. Event. Data. Global. Y. Вот здесь он будет лежать. Зададим это в качестве обработчика. И давайте чуть-чуть допишем наш реконсайлер, чтобы он обрабатывал события onMouseMove. Мы также добавим таким же образом props onMouseMove. Здесь можно конечно отметить, что для всех пропсов писать подобные конструкции не вариант. Можно вынести это в отдельную функцию. Но мы в замках упрощения пока будем писать такой вот немножечко костыльненький код. Props onMouseMove передали. События onMouseMove. И посмотрим, что у нас происходит здесь. Так. Окей. HandleClick у нас отрабатывает. Но должен отрабатывать не HandleClick, а отрабатывает как раз HandleMouseMove. Отлично. Так. Но координата у нас не обновляется. А чтобы координата обновлялась, нам нужно передать координату. Давайте я передам координату x, во-первых. Она будет 15. y равно как раз таки наш y. И сейчас я двигаю мышкой, но мальчик не перерисовывается. А почему он не перерисовывается? Конечно же, вы вспомните, что я говорил про метод prepareUpdate, который должен как раз таки нам возвращать измененные пропсы. Давайте его реализуем, потому что сейчас это просто заглушечка. Где-то у меня был уже здесь. Вот он, prepareUpdate. И чтобы с ним подробнее разобраться, давайте обратимся к документации. Он мне уже показывает commitUpdate. Но это будет впереди. А prepareUpdate у нас принимает instance, type, all props, new props, rootcontainer, host, context. Давайте прямо это все скопируем. На самом деле все это нам не нужно. И дело в том, что мы уже привыкли, что реконсайлер у нас делает все весьма оптимально. У нас все красиво перерисовывается, пропсы считываются. Но вовсе не так. И мы должны сами сравнивать пропсы. Что-то вроде old props. Не знаю, сравнить. Так, конечно, не нужно объекты сравнить, так они не сравнятся. Но что-то вроде того. И вернуть какие-то измененные пропсы. Такой псевдокод. Но мы будем ленивые, и мы просто вернем все новые пропсы из нашего метода. Но после того, как мы вернем все новые пропсы, нам еще нужно будет реализовать один метод. Это commit update, который непосредственно уже отошлет на экран на отрисовку наши измененные пропсы. Давайте также посмотрим на него в доке. Он понимает себя instance, updatePilot и прочие другие. Для нас интересуют эти первые два, instance и updatePilot. И нам нужен еще один свойство, это type, чтобы проверять, что это за нода. Давайте так и сделаем. Проверим, если type полно спрайт, то нам нужно будет из updatePilot. А в updatePilot будут лежать наши пришедшие пропсы. Мы должны будем положить в instance эти новые пропсы. То есть instance x равно updatePilot x. Давайте я сразу же даже деструкторизирую это. const x, y. Там еще может быть ширина-высота, допустим. Пока напишем для x и для y. Так, отлично, мы создали updatePilot и поменяли у него свойства. И здесь нам еще понадобится, наверное, какое-нибудь свойство rotation, который будет отвечать за поворот. Поворот. То есть если у нас есть rotation, то rotation, но rotation. Rotation это поворот относительно оси. То есть мы сможем так вот у нас поворачивать нашу уточку или мальчика. ок. И давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось следующее. Мальчик у нас двигается. Там какая-то консолька красная немножечко. Это, видимо, от старого. Вот двигается за мышкой и это работает. Я могу даже на него кликнуть и яблочко исчезнет. Все. Мы реализовали полностью с вами работу с анимацией. И осталось дописать только хук для анимации. Давайте это быстренько сделаем. Для этого мы создадим файлик hooks.js. Создадим с вами файлик контекста, потому что нам нужно будет получать нашу ссылку на нашу апп, куда мы рисуем, из контекста. Поэтому давайте это сделаем. Здесь мы напишем обычный контекст-провайдер. конст, секунду, так. Давайте создадим апп контекст. Во-первых, нам нужно, конечно, будет импортировать react. const app-context равно react-create-context. Дефолт у нас будет null. И экспортируем наш сразу апп-провайдер. И здесь мы принимаем апп и children. Мы будем апп прокидывать в контексте. И вернет он нам наш dsx нашего апп-провайдера. Вернее, апп-контекст. Провайдер. Прокидываем с вами children. И в контекст мы прокидываем наш апп. Окей, супер. Мы написали контекст. Теперь у нас есть доступ к апп. Давайте немного зарефачим наш стейдж, чтобы внутри стейджа у нас был доступ к нашему контексту. Здесь создаем const-provider. provider равно наш апп-провайдер, который мы импортируем из контекста. А мы, как и договаривались, прокидываем children. А в аргументы, в пропсы мы передаем наш апп. И далее мы уже рендерим наше приложение. Вернее, наш провайдер рендерим в наш апп-стейдж. И супер, внутри нашего стейджа теперь доступен контекст, доступ к апп. Но для того, чтобы получить этот апп, нам понадобится файлик hooks, где мы опишем пару хуков. Первый это useApp, о котором я сейчас говорил, для получения нашего контекста. Здесь мы получим из useContext. С useContext мы получаем наш аппликейшн. И вернем этот апп. Здесь можно также сделать проверку на то, что app не null, для того, чтобы понимать, находимся ли мы в среде стейдж, или наш хук вызывается откуда-то из другого места. И нам понадобится хук для анимации. Это useTick. В Pixie это выглядит следующим образом. Это некий апп-тикер, которому мы добавляем функцию, которая обновляется некой периодичностью. То есть я хочу сделать хук для анимации, куда я буду передавать некоторую функцию, и она у меня будет где-нибудь в useEffect, при добавлении, добавлять анимирующую функцию, Delta. Поэтому useTick у меня будет принимать некоторую функцию. Достанем наш ticker из контекста. Здесь у нас апп, мы его деструктуризируем, получаем ticker. И на ticker в useEffect, как я уже сказал, мы можем навесить нашу функцию ticker add function. В return мы будем удалять, очищать наш ticker. Remove fn. И в зависимости, конечно же, тут должна быть fn и ticker. Импортировать useEffect не забыть. Окей, супер, отлично. У нас с вами есть некоторый hook useApp и hook useTick, с помощью которых мы можем уже реализовывать анимацию. Давайте быстренько нарисуем, попробуем какую-нибудь анимацию. То есть в useTick я передаю некоторую функцию, которая у меня будет менять значение для положения мальчика. Импортируем наш useTick from hooks. И здесь мы будем сдавать setY, который будет брать предыдущее значение, и к предыдущему будет добавлять некую дельта, умноженную на 10, пускай на 10. Так, супер. Получится. И получится, что он говорит, что нужно экспортировать. Давайте сейчас я еще экспортирую. Export. Почему бы самому не экспортировать? Так, супер. И мальчик у нас уехал, кажется, или не уехал. Здесь куча ошибочек. Ну и мы с вами их поправим, потому что он не может деструктуризировать из useApp. А почему он не может деструктуризировать из useApp, если я получаю его в контексте? Это очень интересно, конечно же. Давайте посмотрим, что немного задебажим. ContextProvider. The value. А, value. Я, видимо, опечатался при создании контекста, и здесь я прокидываю в ContextProvider app, а надо value прокидывать. Все супер. И вот мы видим, мальчик уже улетает вниз, его меняется координата. То есть, Ustick у нас вызывает и меняет координату. И в целом на этом мы уже написали с вами движок. У нас все есть. Анимации. У нас есть пользовательское взаимодействие с интерфейсом. И этого нам достаточно, чтобы уже написать игру, которую мы напишем с вами во второй части нашего вебинара. Я приглашаю Илью. Да, все круто все рассказал. Несмотря на то, что как бы уже с тобой знакомы, я тоже немножко тему знаю. Приятно все время слушать. И немножко даже что-то новое узнаю. Там в чатике было небольшое обсуждение. У меня тебе такое предложение. Ребята немножко не поспевают за твоей скоростью. Вот. И было бы неплохо, если ты можешь, например, сделать ветку part 1 и выложить то, что ты сейчас сделал в тот же репозиторий, который ты ребятам предлагал спулить, чтобы они могли перед второй частью забрать и, например, продолжить работать в том же темпе. Также там еще был вопросик, у кого-то была ошибка при разработке, но я думаю, это лучше уже будет обсудить в дискуссионное время. В целом, наверное, сделаем небольшой перерыв и перейдем к второй части, потому что кажется, что надо немножко людям передохнуть. Да, надо отдохнуть. Согласен. Сейчас пока закомичу. Спасибо большое. Окей. Пишите в чатик вопросы, если у вас они будут возникать еще по ходу. Я стараюсь вам по возможности отвечать. Также смотрю, что там многие из вас тоже друг другу отвечают. Все большие молодцы друг другу помогаете. Напомню, что после второй части можно будет присоединиться к дискуссии с нами. Мы сможем с вами наконец-то поговорить голосом и все обсудить. Поэтому оставайтесь, присоединяйтесь. Думаю, будет очень интересно. Сможем с вами, возможно, найти какие-то новые применения тому, что мы с вами сегодня обсудили сейчас.